И сегодня у нас в рубрике, наверное, самый худший сериал Диснея. Сейчас кончат сами от себя. Хватит, дети! Меня уже начинает тошнизить внешность Илеона. Я бы на месте всех уже давно тоже возненавидела бы Виолетта. Слабоумная какая-то, если честно. Te quiero, te quiero. Если вам знакома ситуация, когда вы не хотите больше смотреть сериал, но вам очень интересно все равно, чем же все закончилось, то вы попали в идеальную рубрику для этого. Здесь мы берем от жизни самое лучшее, смотрим только первые и последние серии сериалов. И сегодня у нас в рубрике, наверное, самый худший сериал Диснея, сериал Виолетта. Мне было лет уже 15, когда он вышел, и я помню, что мне было не особо интересно смотреть, а вот моей подруге нравился, и у меня были из-за этого вопросики к ней. И вот мне попался кусочек этого сериала, и я поняла, почему он мне не нравился, потому что там настолько карикатурно, реально, как для детей играют актеры. Ну что, давайте начинать орать, вспоминать, как начинался этот сериал. Смотрим первую серию, а вы пишите в комментариях, смотрели ли вы этот сериал, и нравился он вам или нет. Ну и кто? Ну и кто, Томас или Леон? О да, ребята, это заставочка. Как будто, знаете, заставка из вот этих вот 2010-х шоу Муз-ТВ, где унижали людей. О, господи, вот это движение. И не стану ждать, и открыл глаза, вижу мир свой, вижу это я, не сдамся никогда. Моя жизнь сплошные перелеты. Мы так тебя сочувствуем. А это я. Нет, нет, шучу. До сегодняшнего дня я жила в Мадриде, а теперь мы с папой летим в Буэнос-Айрес. И кто знает, где окажемся через пару месяцев? Папа весь в развездах, а мама у нас больше нет. Ах, ну да, я забыла, что друзей у меня нет. Мы вечно переезжаем, и я их так и не завела. Ох, уже эти экстраверты. Ох, уже эти школы. Из Диснея. Чтобы наши серые СНГшные школы вводили нас еще большую депрессию. Ну-ка, разбежались быстро. Безмозглые и бесталанные серые муравьи вон. Детка, одно дело знать это, и совсем другое говорить в глаза. Меня уже начинает тошнизить от внешности Леона. Я ничего не могу с собой поделать. Леон, нет ничего хуже серого муравья выскочки, что путаются у нас под ногами. Кстати, о насекомых. Мне плохо. У тебя в гардеробе отстают часы? Нет, это она отстает от хорошего вкуса. Помню, у меня в школе не такой буллинг был. Ками, послушай, какой я придумал ритм, пока не Танджи. Давай. Фран, иди. Слушайте. Какие струнные шорты. О, господи. Да что она всегда такое лицо делает? За что? Леон, ты очень плохой мальчик. Виолетта тебя исправит. О, сейчас будет батл. Ура, ура. Разве мечты есть пределы? Это каждый должен знать. Стремлюсь к триумфу. Все, что в жизни я. Хочу лишь петь и танцевать. Музыка во мне, что звучит и в тебе. Бразды, это здорово. Так двигай тело, двигай им смелей. Инстинкт и сердце подскажет все. Ну вот и хорошо. Да, да. Ну а ты как? В чем дело? У тебя такой вид? Ну, дело в племяннице. Брось, Анджи. Каким бы ни был странным отец, он не запретит встречу. Если вы не поняли, сейчас я вам все объясню. Значит, вот эта блондиночка, это сестра, мама Виолетты, которая умерла. И отец запрещает им общаться, скорее всего, по какому-то недоразумению. Они, типа, недопоняли друг друга. Или, возможно, а, я вспомнила, он боится, что Виолетта пойдет по стопам матери и тоже станет звездой. В общем, не звездой, а тоже как бы будет этим жить. А это ее и погубило. На завтрашнем празднике не должно быть ни одной красной розы. Вам понятно? Как это ни одной красной розы, Ромальо? Они были лучшим украшением королевской свадьбы. У меня важная встреча, я вам потом перезарю. Дело в том, что красные розы очень любила мама Виолетты. О, боже ты мой, опять 25! Доживу ли я до того дня, когда прошлое останется позади? Как обычно, как обычно. Вот так вот смотришь какие-то старые сериалы и помнишь, как ты ненавидел вот этих, типа, злых персонажей, все дела. А сейчас, пересматривавшись, думаешь, какая классная Чикса, вот затусить бы с ней. О, вот он. Вот мне нравился Томас. Особенный мальчик. Такой родимый, нежный, чувствительный. Ну, бедный. Ну, что, нравится? Да, классная. Что? Она мне нравится? А, нет. У нее есть хозяин. Да, я это не знаю. Чего? Она мне нравится. И он, подстригись, пожалуйста. Извини. У тебя такой потрясающий акцент. Я Людмила, а ты? Томас, разносчик. У меня много заказов. Похоже, ты не понял. У меня есть хозяин. У нее есть хозяин. Ясно, но я не трогал ту гитару. Удивительно, что я забыл, как ее зовут, но вот эта блондиночка с МЧСВ, ее устраивает, что у нее есть хозяин. Тук-тук, тебе можно? Я занята, Джейд. Да, душечка, я тоже очень занята подготовкой к твоему дню рождения. Но почему бы нам с тобой не навести мразец? Вот увидишь, ты почувствуешь себя настоящей принцессой. Твое личико приведут в порядок, поработают над твоей прической. На этом празднике ты забудешь обо всем день рождения. Ты встречаешься с моим папой, но ты не моя мама, чтобы решать за меня. Господи, я бы на месте всех уже давно тоже возненавидела бы Виолетту. Слабоумная какая-то, если честно. Ладно, одно дело, реально гувернантка, она задолбала. Но вот это пока я ничего плохого не сделала. Ну да, только тот факт, что папа, твой папочка встречается с ней. Но твоя мама умерла очень давно, пять лет. Пять лет тебе было. Да почему она так ходит-то, я понять не могу. Я знаю, походу эта серия все-таки закончится тем самым, самым прекрасным моментом, и мы будем с вами петь. Текеро! Текеро! О, вот он, вот этот момент, да, ребята. Почему он такой? Почему он не понимает, что мне он? Почему ты разговариваешь сама с собой на улице? О, вот он, вот он, ребята, вот он. Кайфуем! Или это не он все-таки? Она подскользнется в этой серии или нет? Да. О, господи. Ради этого стоило смотреть весь этот сериал. Я счастлива, ребята, я счастлива. Ой. Значит, что мы поняли? Чекса вернулась в город, будет его покорять. Естественно, сразу все в нее влюбятся. За нее, я помню, будут бороться Томас и Леон. Блондиночка будет ей постоянно портить жизнь. Джейд, типа, постоянно будет портить ей жизнь. Хотя, как мы сейчас выяснили, не то, чтобы она прям намеренная, и она прям ненавидит Виолетту. Виолетта скорее сама вызывает злость. И тут нам еще не показали этот момент, что она пойдет в эту школу талантливых детей. Давайте смотреть последнюю серию, чем все закончится. С кем останется папа Виолетта? Станет ли Виолетта звездой? Закончат ли они к третьему сезону школу? Я надеюсь, и будет что-то интересное. Скорее всего, кстати, там будет какой-то финальный концерт. И я буду умирать, потому что я ненавижу мюзиклы. И я сейчас вам покажу. Вот, смотрите, сколько тут серий. 80 серий. Третий сезон включаем. Последняя серия. 240. Анджи, я не смогу прийти. Ты останешься наедине с папой. Николас тебя любит, Джейд. Я выдавал себя за Леона, а Джерри выдавала себя за Виолетту. Мы общались в разных чатах. Чего? Не могу поверить. Все ясно. Не знаю, что и сказать. А ты не говори. Мне дали сертификат. Эта звезда будет носить твою еду. Спасибо, Феда. Ты сделал мне лучший подарок во вселенной. О, блондинка стала нормальной, походу. Это самое важное. Все. Моя детская душа спокойна, что я не зря ее любила. У. Ну. А, тут добавились новые герои. А, конечно, лучше бы они вообще все переделали. Ну, в плане заставки. У меня всегда в последней серии так повышается настроение. Я первую серию всегда смотрю вот так вот, просто умираю. А последняя серия все. Мне аж само интересно, чем это все закончилось. Мой зумерский мозг, которому нужно постоянно, нужен постоянно дофамин, он кайфует просто. Ладно, давайте пропустим. Интересно, она впервые поцеловала за три сезона, но вряд ли. А где Томасик? По-моему, Томасик уехал, насколько я помню. Может, он вообще исчез из сериала. Я тебя люблю, Виолетта. И он похож на грушу какую-то, не знаю. Я сейчас в этом городе. В этом волшебном месте обещаю тебе, что буду любить тебя всегда. О-о-о-о. Я тебя. Да. Ой, эти тоже будут целоваться. Подарить цветок цветку было бы слишком банально. Точно. Вот я и решил преподнести звезду звезде. Спасибо, Феда. Это самый удивительный подарок. Звезда это... На самом деле не просто звезда, а это... Это... Что? Не можешь слова... Это я пытаюсь комментировать ролики, но... У меня не хватает словарного запаса фантазии и уверенности в себе. Понимаю. Я хочу, чтобы мы никогда не забыли этот момент. Что бы с нами ни случилось. Эта звезда всегда будет сия для нас. Ой, все, все наобещали друг другу любить. Ватерин тоже пообещаю. Буду любить вас всегда, друзья мои. Поднимаю этот бокал за то... О, они вместе, смотрите. Чтобы мы смогли забыть о наших разногласиях. Да? За нас. Я люблю тебя. Что у нее с голосом? Хватит, дети. Видно, мой план не сработал. И что будешь делать, Вилу? Не знаю, что-нибудь... Вилу, они теперь подружки, вы посмотрите. Виолетта набралась мудрости, детка, просто. После ухода твоей мамы я замкнулся, ушел в заботы о тебе. Надеюсь, ты все-таки решишься завоевать сердце Анжи. Ну вот у меня опять вопросы к Виолете-то большие. Она там будет, насколько я помню, в сериале ратовать за то, чтобы ее вот эта тетя встречалась с отцом. Да? А отжечь нужно избавиться. А это не странно? Не знаю, если бы у меня умерла мама, я бы очень не хотела, чтобы мой папа встречался с ее сестрой. Даже не важно, сколько прошло лет, это выглядит странно. Девочки, сегодня мы должны быть неотразимы. Это шоу будет особенным. Людмила, одолжи румяну, пожалуйста. Что? Да, Джерри, держи. Может, тебе помочь с макияжем? Давай. А ты, Над, великолепна. Спасибо. А я, Людмила? Надо будет подумать, как все исправить камеру. Это шутка. Понимаете, в Людмиле все равно осталось только ненавистика. Все, наверное, такие ресницы налепила, чтобы их всех не видеть. Но я понимаю, Людмила, ты моя лавка. О, Господи. Сейчас кончат сами от себя. Так, ну что, мы переходим к мюзиклу. К песням, к выступлениям. Потрясающе, потрясающе. Вот никогда не понимала, у кого. Такой восторг вызывают эти группы. Кто-то на заднем фоне так кричит. Я ни разу в жизни не встречала, чтобы вот такие самодеятельные выступления у кого-то вызывали восторг. Мне что-то стоит говорить про то, что у нее черная башка и белый хвост светлый. Ну, у них это, они подходят по прическам друг к другу. У обоих что-то странное происходит в жизни. Закройте глаза, быстро. О, он делает ей предложение, смотрите. Я хочу провести оставшуюся жизнь с тобой. Тоже навсегда, да? Хорошо. Давайте тоже. Мы будем вместе с вами навсегда. Вы будете меня терпеть. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И не меня тебя. Что за вздохи в микрофоне, понять не могу. Опять они тут поют, вы только посмотрите. Мне, ну, конечно, приятно, что в итоге все дружат, да? Такая утопия. Это приятно. Все подружились, плохие персонажи оказались хорошими. Я счастлива. Ну что же, пытаюсь представить себя 12-летней девочкой и понять, довольна ли я была таким финалом. Как-то, как-то это все пресно. Пресный, воздушный, мирок, неинтересный. Я и в том возрасте уже это ощущала. Ну что, пишите свои варианты, что мы будем смотреть дальше, какие концовки мы будем раскрывать, до которых у нас не доходили руки и глаза. И вот мы наконец-то поймем, чем закончились любимые и нелюбимые сериалы. Я вот думаю, давайте посмотрим Эльвердейл, да? Дайте внимательно. Найдем герем.